Библиотека Архангельский литературный музей представляет вашему вниманию видеопрезентацию «Человек с огоньком» о жизни и творчестве поэта, прозаика и сценариста Валерия Петровича Аушева, приуроченную ко дню его рождения. В этом году Валерию Аушеву исполнилось бы 80 лет. Его не стало 14 ноября 2021 года. Валерий Аушев родился 18 сентября 1942 года в городе Бабушкине Московской области. Закончил историко-филологический факультет Рязанского педагогического института. Уже во время учебы в институте он начал писать стихи для детей, которые появляются на страницах журналов «Пионер», «Семья и школа», «Кругозор». По окончанию института в 1966 году по распределению Валерий Петрович попадает в Архангельскую область, в село Курья. Работает в Курейской школе Холмогорского района, завучем и учителем истории. Именно в этот период появляются следующие строки. «И лыжи на север направив, я там затерялся в лесах, где часто в жемчужной оправе сполохи звенят в небесах, где воздух настоен брусникой, где молот до старости лют, где, слившись с природою дикой, мороз бессердечен и лют. Ну, словом, дыханием вязким меня Беломорье ожгло, дивясь и былином, и сказком, влюбился я в Курью село. Деревнем взметнув наугоры, селение прижалось к двине. Там в ясные дни Холмогоры мне виделись в школьном окне. И в смысле, не вдаваясь вопросов, глядел на размытый большак, махал мне рукой ломоносов в Москву направляющий шаг. А я, по иронии что ли, судьбы, призабавно смешной, учил земляков его в школе, расставшись с родной стороной. В 1967 году в издательстве «Московский рабочий» выходит первый сборник его стихов «Книги на колесах». С августа 1967 года Валерий Аушев переходит на работу в газету «Правда Севера» лид сотрудником, а затем спецкором. В 1969 году его принимают в Союз журналистов СССР. С 70 по 79 год он был редактором областной молодежной газеты «Северный комсомолец», вел литературное объединение при газете. В эти годы в северо-западном издательстве выходит несколько книг Валерия Аушева со стихами для детей. «Веселый там-там», «Сказки без подсказки», «Город-спасибо», «Зайчье метро», «Дорожная азбука», «Брусничное море». В Москве была издана его книга «Живые льдинки». Публиковался он также в коллективных сборниках, альманахах, газетах и журналах. В 1978 году Валерий Аушев был принят в члены Союза писателей СССР. В 80-е годы он руководил литературным объединением «Гандвик» в городе Северодвинске. В 1983 году окончил высшие литературные курсы при Литературном институте имени Горького и остался жить в Москве. Печатался в журналах и сборниках. В 1984 году в Архангельске была издана книга Аушева «Звезды и веснушки». С 1984 по 1989 год Валерий Петрович работал в издательстве «Знания». Параллельно учился на редакционно-издательском факультете в институте повышения квалификации работников печати. В дальнейшем руководил пресс-службой Таможенного комитета Советского Союза. Был заместителем главного редактора издательства «Ветеран отчизны», заместителем главного редактора журнала «Славяне». Являлся членом правления поморского землячества в Москве с 1997 года. В 2003 году вышла книга Валерия Аушева «Служить России в непогоду» об уроженце Вельского района, полковнике спецназа Владимире и Нягине, прошедшем непростой путь от деревенского паренька до государственного советника Российской Федерации. Надо сказать, что произведения Валерия Аушева отличаются большим жанровым многообразием. Особое место в его творчестве занимают издания, посвященные Ломоносову, истории Николо-Угрешского монастыря и городу Дзержинскому Московской области. Валерий Петрович Аушев – автор и составитель более 30 художественных и очерковых книг, лауреат Всероссийского конкурса «Искусство книги» за лучшее историко-патриотическое произведение, лауреат десяти профессиональных премий, в числе которых «Золотое перо Подмосковья» 2002 года, премия имени Лермонтова, премия имени Академика Вернацкого 2003 года, премия имени Михаила Шолохова 2005 года, имени маршала Жукова 2006 года, награжден и многими другими дипломами, имея также правительственные награды. Валерий Аушев – автор сценариев телепрограммы «От всей души», документально-художественного телесериала «Звезда Ломоносова», съемки которого проходили на Малой Родине Михаила Васильевича Ломоносова, а также на Соловках, в Малых Карелах, в Антоне Васильском монастыре. Долгие годы Валерий Аушев являлся президентом Межрегиональной общественной организации «Содействие развитию культуры и искусства Содружества творческих сил», был руководителем Литературно-творческого центра Всероссийского созидательного движения «Русский лад». Живя на севере, Валерий Аушев часто выступал со своими стихами перед ионными слушателями. Его произведения учат быть отзывчивыми и трудолюбивыми, воспитывают в детях любовь к своему отечеству, честность, смелость, желание делать добрые дела. Стихи Аушева отличают понимание детской психологии, мира интересов и увлечений мальчишек и девчонок. Давайте послушаем некоторые стихи Валерия Аушева. Лес на сосну медвежонок Капли светок тяжелых сочной брусникой брызжут. Лес на сосну медвежонок, глупый, веселый, рыжий, Думал, что солнце плются, Медом наполнено сверхом, Лапой хотел дотянуться, Не удержался и съехал. Стал он карабкаться снова К темной верхушке сосновой, Блюдечко с медом качалось, Блюдечко близким казалось, Но прилетели тучи, Вздрогнул малыш от грома. Я уж полакомлюсь лучше Сладкой малинкой дома. Голову светки свесив, Вниз медвежонок глянул. Вымок до нитки весь он, Прежде чем встал на поляну. Мать у сосны под кустами Встретила храброго сына И приласкала шлепками. Вот тебе мед, вот малина! Черепаха Черепаха вслух лопочет. Чепуха, а не кино! Я на фильм ползла три ночи, Не попала все равно. Видно, нужно за неделю Приглашать нас, черепах, Чтобы мы не в попыхах, Серьги модные надели, В зеркала бы поглядели, Хорошили в самом деле, Чтоб в дороге не вспотели, Не спешили, не летели, Чтобы за день до сеанса Мы сидели на местах. Живые льдинки Что там подо льдом? Былинки, звезды или пятачки? Это рыбки, рыбки, льдинки, Дымчатые плавнички. Что же делают зимой Эти рыбки под водой? Замерзают с речкой вместе Рыбки-льдинки В тихом месте. А весною на быстринке Оживают снова льдинки. Борода Отрастает, вот беда, У козленка борода. Но куда же с нею деться, Не сбежать, не оторвать? И козленка прямо с детства Можно дедушкою звать. Важное открытие Безвольным называть меня Я больше не позволю. Уже полдня, уже полдня Закаливаю волю. Я мою не посуду, пол. Один во всей квартире Рукой я смахиваю пот И ставлю ноги шире И тряпку выжимаю так, Чтоб смыть следы и пятна И мне приятно маята И ломота приятно В гудящей от хлопот спине. Пусть дело не мужское, Но вдруг сейчас открылось мне, Что я чего-то стою, Что завтра в школе, Как войду, застыну на пороге У школьной няни. На виду я первым вытру ноги. Солнечная рыба В море белом, словно глыба, Тремлет солнечная рыба. Отмель выбрала она, Где покой и тишина, Где песок голубой И мальки летят гурьбой. В оранжевых тельняшках Плывут в перегонки Отважные бродяжки, Морские окуньки. Играют рыбки-сайки Между собою в салки И носятся подружки Колючие колюшки. Если столько рыбок бьется По соседству в тишине, Неужели рыба-солнце Вместо солнца здесь, на дне? Валерий Аушев Валерий Аушев Валерий Аушев Продолжение следует...